Время говорить Время говорить Время говорить Время говорить Время говорить Время говорить Что ж В первую очередь я очень рад быть здесь На Дальнем Востоке России Когда я был еще студентом и пытался стать профессионалом Я никогда бы и не мог подумать Что приеду в Россию Все это оставалось лишь в мечтах Да и сейчас выглядит для меня как мечта Но наяву Франсис, вы сейчас сказали о том, что вы гастролировали с пьесой Можете, пожалуйста, поподробнее рассказать о своей театральной деятельности? Потому что я знаю, что вы играли в пьесах И не только за внешние сходства с Моцартом, но и за ваш талант Вас называют современный Моцарт Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста Иногда Можете, пожалуйста, немножко рассказать поподробнее Кто был режиссером пьесы? Какие из городов, в которых вы побывали с ней Наиболее вам запомнились и чем? Создание пьесы было связано с 200-летием со дня кончины великого композитора Годовщину, кстати, отмечал весь мир Но буквально за несколько лет до этой даты Мы создали пьесу под авторством Жака Лившина Она называлась «Шоколадный Моцарт» Оказалось, был способен сыграть Моцарта и сыграть его натурально Мы дали 210 туров с труппой по всей Европе Англия, Италия, Исландия и так далее Закончив показы в Москве Стоит отметить, что в этот же момент существовал фильм «Амадеус» Мой театр, Риана, просил меня ни в коем случае не смотреть его Чтобы не скопировать отыгрыш роли И было вдвойне странно, что где бы мы ни давали пьесу Каждый подходил ко мне и говорил «Да ты прямо копируешь Амадеуса» Но на самом деле я никогда его не смотрел Расскажите, пожалуйста, о своей деятельности на Кубе в 2007 году Насколько я знаю, это было напрямую связано с католическими церквями И об этом хотелось бы узнать поподробнее от вас Оу, забыл имя, как же оно А, Фидель Кастро, да В 2007 году на Кубу прибыл папа Иоанн Павел II с визитом к Фиделю Кастро По этому поводу Фидель как бы переоткрыл католические церкви И тогда открылось, что там, в местных церквях, есть органы Однако орган без органиста — это не лучшее сочетание И так получилось, что я встретил там концертмейстера, который играл на органе Но по факту не был органистом Он был пианистом, с вот такими вот сильными пальцами, понимаете? И я решил увидеться с ним, и, может быть, если бы он захотел Раскрыть ему несколько секретов органа В результате посол Франции на Кубе подумал, что я мог бы пригодиться в местной музыкальной академии И в течение двух последующих лет я гостил на Кубе и создавал с нуля новую органную школу В которой, кстати, учился и тот пианист, который в итоге стал знаменитым органистом В связи с этим, Францис, хотелось бы узнать Когда вы путешествуете по миру и даете концерты Вы даете их на различных площадках, я так понимаю Или только в католических церквях? Что ж, играть в церкви для меня потрясающе В том числе из-за особой акустики, особого эха, которое создает помещение прихода Но, знаете, я не чураюсь играть в театрах, концертных залах, различных площадках и даже на улице Почему нет? Однажды я играл концерт на фортепьяно, находясь на судне прямо в море Мы тогда заходили прямо в порт, раскачиваемые волнами Это было невероятно И пианино тряслось вот примерно так Также я играл прямо в горах, в пещере Знаете, любое место может быть хорошим подспорьем вашей музыки И звук, он везде разный И все эти нюансы могут вас запросто ошеломить И, конечно, вы можете играть и один на один, и на публике Вместе с художниками, которые рисуют Вместе с церковным хором, сопровождая кадры кино или монолог поэта По сути, мир открыт Владивосток — это морской город, и для наших зрителей было бы интересно узнать, каков опыт и как так получилось, что вы играли на лодке, подходя к берегу? Для владивостокцев это особенно интересно Да, море, лодки, морские суда тоже играют собственную музыку У моря, понимаете ли, есть собственный ритм? Погода может быть иногда попросту злодейской, иногда вовсе нет Судно может делать так И вы можете себе представить, играют несколько кораблей, и создается музыка наподобие оркестра К тому же, те судна пришли издалека Наверное, каждый человек, в том числе творческий, ищет какую-то противоположность своей земной жизни В данном случае, я нашел ее в море Это до сих пор для меня как сон К тому же, каждый, кто знаком с религией, понимает, что море, Мария, это мать Бога То есть, море — это мать Впрочем, и мы с вами тоже вышли из моря Ну и еще тогда немножечко затронем ваш религиозный опыт, Франсис Я знаю, что вы с детства при церковном приходе играли Насколько я помню, с 8 лет Могли бы вы по подробнее рассказать о своем вот этом опыте И как он вас привел в музыку, насколько я понимаю, непосредственным образом? Я не помню, что было в самом начале моего музыкального пути Но во Франции, если ты хочешь играть на органе, это значит в церкви К примеру, в России это не так просто иметь орган Но здесь они бывают в концертных залах и филармониях Ну а в Франции — только в церквях Потому что римские католические церкви имеют органы по определению И, естественно, музыка — это мощный инструмент для религиозного опыта Я могу играть там на органе так, как мне нравится в процессе службы при приходе церкви Даже если ты приходишь туда и понимаешь, что это не твой путь, путь служения Богу Слушая музыку, ты все равно почувствуешь в этом всем нечто скрытое, нечто священное К слову, я заметил, что в России люди слушают концерты, даже если это концертный зал Так вовлеченно, как прихожане в церкви В этом всем есть какая-то духовность, которая, я надеюсь, приходит каждому музыканту из глубины души Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А я напоминаю, что у нас в гостях неоклассический музыкант, профессор, мультиинструменталист Франсис Видиль. В ближайшие два дня он даст два концерта в Владивостоке, а подробности после короткой рекламы. Пожалуй, самый большой из всех музыкальных инструментов – это орган. Играет на нем как на фортепиано, нажимая на клавиши, правда при этом используя еще и ноги. Но в отличие от фортепиано, орган не струнный, а духовой инструмент, и ему гораздо роднее маленькая флейта, чем тоже фортепиано. Французский гений неоклассической музыки Франсис Видиль совмещает невообразимо сложные органные партии с игрой на трубе, которая традиционно была инструментом джазовых ансамблей. Когда я был молод, а я все еще молод, джаз был как нечто невообразимо сложное для того, чтобы это сыграть. Поэтому я старался слушать, записывать и пытаться как-то на слух сделать то же самое. Ну и знаете, я в принципе влюблен в джаз. По признанию самого мессия Франсиса, джазу его как глубоко религиозного человека притянула его история. Ведь на заре возникновения это была музыка угнетенных афроамериканских рабов, которые пытались через музыку выразить свою духовность. Так и Франсис Видиль выражает свою, путешествуя по миру и гастролируя со своей импровизационной программой. В этот раз он добрался и до Владивостока. Путь в приморскую столицу занял у французского Моцарта целых 10 лет. От зарождения идеи концерта до приезда. В первую очередь я должен сказать, что это честь для меня быть здесь. Как в самой стране, так и во Владивостоке в частности. Потому что это своеобразный край, конец страны. Но в то же время и ее символическое начало, место, где встает солнце. В последний день января и первый день февраля французский неоклассик и маэстро сыграют на единственном во Владивостоке механическом органе при католическом приходе Святой Богородицы. Десятки тысяч подвижных частей конструкции, повинующиеся движениям виртуоза, зазвучат по-новому как для прихожан, так и для всех желающих прикоснуться к необычному музыкальному прочтению классики и джаза. И у нас в гостях неоклассический музыкант Франсис Видиль, который даст два концерта во Владивостоке. Это передача «Время говорить». Франсис, скажите, пожалуйста, о вашей дружбе с католическим приходом во Владивостоке и тому, как вы решили сюда приехать. С Владивостоком меня связывает долгая история. У меня есть два хороших друга, Елена и Сергей, оба из Владивостока. И с момента знакомства с ними для меня стала мечта посетить Приморскую столицу. Ведь даже когда сами россияне говорят о Владивостоке, они говорят о нем по-особенному, как о какой-то другой части мира. И я чувствовал необходимость его увидеть. И это еще и родная колыбель для моих друзей. Путь во Владивосток занял у меня 10 лет, потому что еще до того, как я узнал, что здесь есть католический приход, я был знаком с католическим собором в Москве. И там мне и помогли организовать эту поездку, и это стало для меня настоящим подарком. Вас называют мультиинструменталист или человек-оркестр, так как вы играете не только на органе, но и на трубе. Подробнее, пожалуйста, об этом. Как вообще вы к этому пришли? Потому что обычно человек достигает каких-то вершин мастерства, используя только один инструмент или одну стезю, либо всему понемногу, как стинг, например. Пожалуйста, расскажите об этом. Это иногда становится мечтой, наверное, любого музыканта, быть самому себе оркестром. Некоторые находят этому свое решение и становятся дирижерами. Но дирижер все же не оркестр. И мы можем им быть. На трубе я учился играть специально, чтобы сочетать ее с органом. Ведь на ней можно играть, держа ее в правой руке. А одновременно с этим играть на органе левой рукой и ногами. А вот, например, органы скрипка — это слишком трудно. Наверное, в следующей жизни я стану многорукой шивой, чтобы играть больше и лучше. Но решение не только во владении разными инструментами, но и разными музыкальными стилями. Так импровизация может размывать границы между роком и джазом или даже поп-музыкой, и мне это нравится. Вы упомянули джаз-музыку. Джаз-культура во Владивостоке довольно-таки сильно развита. У нас даже есть специализированные заведения, в которых исполняется исключительно джаз. И у нас проходит международный джазовый фестиваль в ноябре каждый год. Их уже было 14, если не ошибаюсь. Скажите, как вы смешиваете с мотивами импровизационными джаз? Учились ли вы этому специально, или это пришло в процессе импровизации? И, может быть, у вас есть какие-то джазовые композиторы или любимые исполнители? Расскажите, пожалуйста. Джаз был для меня чем-то невозможным. Поначалу. Когда мне исполнилось 12, я пытался играть его, как получается. Джаз был еще и способом коммуникации между мной и моими друзьями-музыкантами в юности. Когда ты играешь исключительно классику, ты становишься серьезным парнем, и это хорошо. Но когда ты играешь джаз, это магия. В итоге я, как джазмен, сделал себя сам. К тому же у меня были кумиры, имена которых вы вряд ли знаете. Это и известные трубачи, и пианисты Франции, и Европы. Еще мне нравилась музыка стиля соул, которая показывает, что джаз может быть очень даже современным. Но занимался я джазом всегда со страстью и от чистого сердца. Это не было для меня, как, знаете, современное искусство для некоторых художников. И джаз, в первую очередь, это религиозная музыка. Угнетенные рабы пытались сказать через музыку, «Если Бог существует, я должен пытаться сыграть и что-то сказать или быть услышанным». И помимо прочего, джаз — это что-то, что может тронуть любого, ведь он лежит в основе ритма сердца. Я люблю джаз, и надо отметить, для классического музыканта, вроде меня, это не такое уж и частое явление. Собираетесь ли вы сыграть джаз в Владивостоке? Да, я приглашен сыграть во Владивостокском клубе «Контрабанда» — джазовый клуб. И там я буду играть, это возможно, благодаря моей подруге, органисту Марине Амельченко. Она органист Кафедрального собора в Москве. Собираетесь ли вы еще раз посетить Владивосток в будущем? Да, я собираюсь еще поработать здесь. Вчера я был в местной музыкальной академии и устроил мастер-класс для студентов, в ходе которого рассказывал им об импровизации. И некоторые ответили мне, «Нет, дружище, это невозможно. Я этого не умею и не буду». И я пообещал им, что это вполне реально — научиться импровизировать с оркестром за три дня. В ближайшем будущем я собираюсь приехать туда на три дня и доказать, что это возможно. И, конечно, на третий день мы сделаем большой концерт вместе. К примеру, импровизированный концерт прямо в католическом приходе, потому что там есть орган и особая акустика. Это будет настоящий сюрприз для студентов. Что бы вы посоветовали людям, которые хотят впервые прийти и услышать, как звучит орган, да еще и вместе с трубой, а особенно если это будут молодые музыканты? Я так понимаю, у вас некоторый преподавательский опыт тоже есть. Скажите, пожалуйста, нам. Когда приходишь в церковь слушать орган, там невероятная акустика и атмосфера. Это настоящее приключение. Знаете, вот у русских есть Гагарин, у нас у французов тоже есть свой космонавт, Жан-Лук Ретьен. Он тоже органист, представляете? Через пару недель мы с ним играем в Московском соборе. Это, наверное, пример некой связи России и Франции. Я имею в виду космос. И нет лучшего космоса в контексте музыки, чем космос, в который вы погружаетесь, слушая концерт в церкви. Ну а труба действует как нечто, что оживляет монументальность органа. Выступая в России и Владивостоке, я приложу все усилия, чтобы создать красоту и научить ей других. У нас прогресса, я приложу все усилия, в программе был мультиинструменталист, неоклассический музыкант, профессор Версайской академии Франсис Видиль, который даст два концерта во Владивостоке при католическом приходе Святой Богородицы. До свидания, Франсис. Au revoir. До свидания. Спасибо большое.